Ребята, всем привет! Вы на канале, конечно же, АМФ Филмс. Для вас озвучивает, конечно же, как всегда, Марк. И у нас пересказ кинофильма под названием «Хранитель колокола». Молодой парень Лиам просыпается в трейлере, который дедушка оставил ему наследство. Выглянув наружу, он видит своего старшего брата Мэтью, его девушку Холли, и пару их друзей Мэган и Габриэл. Молодые люди грузят в салон вещи, которые планируют использовать в поездке. Холли – начинающий режиссер, который специализируется на документальных фильмах про городские легенды. Компания планирует провести выходные, отсняв очередной материал на озере Колокол. Мэтью уверен, что младший брат останется дома, но тот сообщает, что поедет, конечно же, вместе с ними. Он бросил учебу в колледже, поэтому не горит желанием встречаться с родителями, которые еще об этом даже и не знали. Собрав все необходимое, компания отправляется в путь. Холли рассказывает о том месте, куда они направляются. Если верить легенде, 200 лет назад на этом озере сатанинский культ принес в жертву трех девственниц. И теперь их зловещие духи бродят по окрестностям. С тех пор в этих краях постоянно пропадают люди. На сегодняшний день число пропавших уже перевалило за две сотни. На заправке неподалеку от пункта назначения молодые люди знакомятся с Британи. Девушка разыскивает своего брата Гарри, следы которого ведут к озеру Колокол. Лиам предлагает новой знакомой свою помощь, потому что она путешествует пешком, да и к тому же одна, но Брита не отказывается. Мэтью и Габриэл в это время оплачивают топливо. Кассирша Джуди, услышав, что компания направляется на Колокол, начинает убеждать их, что это очень опасное занятие. Решив, что женщины не в себе, молодые люди спешат к своему фургону. Проехав еще пару километров, компания останавливается возле вывески озера Колокол. Выгрузившись из фургона, они отправляются к берегу, снимая все происходящее на видеокамеру. Согласно легенде, где-то неподалеку находится проклятый Колокол. Все, кто звонят в него, бесследно исчезают. Пока Мэтью, Холли, Мэган и Габриэл снимают материал, Лиам отходит в сторону от трейлера. Он снова сталкивается с Бриттани, в очередной раз предлагая свою помощь. Девушка рассказывает, что у нее есть все необходимое, но на прощание все же благодарит парня за предложение. Позже, разбирая палатку, она будто бы слышит чей-то шепот, который говорит, чтобы она не звонила в Колокол. Решив, что это всего лишь проявление слуховых галлюцинаций из-за усталости, Бриттани готовится к отдыху. Ближе к полночи Холли начинает зазывать друзей Колоколу, чтобы позвонить с него и убедиться, что призраки и проклятие – всего лишь байка для туристов. Лиам с сомнением относится к этой идее, поэтому отправляется спать в трейлер. Остальные же идут Колоколу, весело хохоча. Мэтью включает камеру. Мэган, выступающая в роли ведущей, рассказывает о том, что их режиссер Холли на глазах у зрителей ударит в тот самый Колокол, который якобы должен вызвать дух священника. Ровно в 12 девушка дергает веревку и по окрестности раздается звон. Как только все смолкает, компания начинает оглядываться по сторонам. Не заметив ничего странного, друзья уговаривают Холли позвонить еще, и она тут же соглашается. Так и не дождавшись ничего необычного, молодые люди возвращаются к своим палаткам. Оставшись наедине, Мэтью делится с Холли своими переживаниями. Он уверяет, что его не покидает какое-то странное предчувствие. Девушка сообщает, что она ощущает то же самое. Войдя в туалетную комнату, она пытается привести мысли в порядок, умываясь холодной водой. Услышав какой-то шум из кабинки, она оборачивается и не замечает, что ее собственное отражение в зеркале остается неподвижным. В этот момент Лиам слышит встревоженный голос брата. Выйдя к нему, он видит, что тот пытается достучаться до Холли, которая не отвечает. Выломав дверь, молодые люди видят, что девушка стоит лицом к стене, а из уха у нее течет кровь. Ослабленным голосом она говорит, что плохо себя чувствует. Мэтью вводит ее на улицу и собирается отвезти в больницу. Когда за их спиной появляется здоровяк Хэнк. Он опрокидывает Холли на землю и сообщает, что ей не стоило звонить в колокол. Когда мужчина заносит на девушке топор, ее глаза начинают светиться желтым светом. Она уворачивается от удара и убегает в лес. Ошарашенный Лиам быстро уводит брата в туалетную комнату и пытается забаррикодировать дверь, в которую уже ломится Хэнк. Мэтью в этот момент чувствует, как из его уха медленно стекает струйка крови. Спустя мгновение его глаза желтеют, и он со злобным рыком набрасывается на своего брата. На помощь Лиаму приходит Хэнк. Он вступает в схватку с демоном, который вселился в тело парня, в результате которой здоровяк одерживает победу. Увидев, как Мэтью падает на пол с топором в голове, перепуганный Лиам выбегает из помещения. Гэбриэл просыпается от какого-то шума в голове. Покачиваясь, он выходит из палатки, где сталкивается с Хэнком. Мужчина набрасывается на парня, но на помощь ему приходит уже ставшая одержимой Мэган. Хранителю колокола удается одолеть демона в теле девушки, размажив ей голову в стоящий рядом топор. Лиам в этот момент со всех ног пчится к трейлеру. Встретив Британи, он велит ей следовать за ним. Уже в салоне автомобиля он рассказывает о том, что случилось с его братом. Их разговор прерывает ворвавшийся в трейлер Гэбриэл. Молодой человек с желтыми глазами пытается прикончить подростков, но тем удается выпрыгнуть в окно. Паркур! Пытаясь найти укрытие в служебном помещении, пара сталкивается с Холли. Тело девушки больше ей не принадлежит, поэтому она набрасывается на перепуганных подростков. Появившийся Хэнк отталкивает демона, но одолеть его ему снова не удается. Когда Холли выбегает на улицу, он вплотную подходит к Лему и Британи, чтобы осмотреть их лица. Убедившись, что перед ним обычные люди, мужчина рассказывает, что люди умирают в тот момент, когда демон овладевает их телом. Это происходит со всеми, кто слышал звон колокола. Оказывается, когда компания проверяла легенду, молодые люди спали в наушниках и ничего не слышали. Именно это и спасло им жизнь. Хэнк велит паре запереться в холодильной камере и ждать его возвращения. Уточнив, сколько человек было в компании, он удаляется выискивать оставшихся двоих. Сидя в холодном помещении, Лем и Британи завозят разговор о родственниках. Девушка рассказывает, что их мать год назад погибла в автокатастрофе, а брат – единственный близкий человек, который у нее остался. Парень, в свою очередь, делится своими переживаниями. Мэтью был идеальным ребенком. Он хорошо учился, слушался родителей и отлично выглядел. Лем завидовал ему, а теперь, когда брата не стало, он жалеет об этом чувстве. Решив, что им просто необходимо выбраться из этих мест живыми, молодой человек предлагает пробраться в трейлер, где есть усилитель сигнала для мобильной связи. Добравшись до машины, подростки дозваниваются до местного шерифа. Однако мужчина не спешит выезжать им на помощь. Он сообщает, что получает звонки подобного рода чуть ли не каждую ночь. А когда приезжает, то никого не находит. В это время за спиной пары появляется Гэбриэл. Им удается закрыть его в хвостовой части трейлера. Но опасность на этом не заканчивается. Выжидающая все это время Холли забирается в автомобиль через окно и сразу же набрасывается на молодого человека. От полученного удара Лиан теряет сознание. Чтобы спасти парня, Британи уводит демона за собой на улицу. Придя в себя, молодой человек сразу же отправляется в морозильную камеру. Девушка уже ждет его там, а спустя пару минут за ними возвращается и Хэнк. Мужчина привозит их в свою хижину и рассказывает, что для того, чтобы победить демонов, необходимо уничтожить тела, в которые они вселились. Когда-то в этих местах располагался небольшой городок. В 1876 году случился пожар, который полностью уничтожил церковь. Жители долго искали колокол, но, как выяснилось позже, его украл некий Джексон. Его же считают виновным в исчезновении нескольких юных девушек, одной из которых стала дочь Хэнка. Мужчина затеял все это для того, чтобы получить нечеловеческую силу, однако план сорвался. Увидев девушек, которых Джексон принял в жертву, Хэнк вышел из себя и вонзил в мертвеца топор. Именно в этот момент открылись врата в ад, и Хэнк, сам того не желая, обрел бессмертие. Стоя перед телом своей дочери, мужчина поклялся, что будет убивать демонов до скончания времен. В конце разговора он указывает на стену, где развешены удостоверения личности тех, кем завладели демона и кого Хэнку пришлось убить. Увидев документы Гарри, Британи выходит из себя. Все это время она надеялась, что сможет найти своего брата живым, но в это мгновение вся ее жизнь рухнула. Хэнк полагает, что проклятие колокола можно снять, но для этого нужна кровь невинной девушки. Узнав, что Британи как раз такой и является, как удобно. Он велит подросткам отправляться к месту проклятия, пока сам он вступает в схватку с Габриэлом и Холли. В этот момент на озеро приезжает шериф Карлсон. Увидев одержимых, он впадает в ступор и пропускает удар. Ему на помощь приходит Ле. Вместе им удается убить Габриэла. После парень просит шерифа помочь снять им колокол, потому что им с Британи не хватает сил, а Хэнк не может к нему прикасаться. После недолгих манипуляций с проклятой вещицей вокруг нее вдруг открывается портал в преисподнюю, откуда появляется Джексон. Между давними врагами завязывается схватка. И как только приспешник дьявола испускает последний вздох, на руке Хэнка исчезают отметки, дарующие ему бессмертие. На утро компания придает земле тела своих близких, а после уезжает с озера, которое отныне больше не проклято. Лиам, Британи и Карлсон собираются посвятить свою жизнь изгнанию демонов, в то время как Хэнк планирует дожить свой век и спокойно умереть, чтобы наконец-то обрести вечный покой. Какой замечательный конец. Кстати говоря, неплохой сюжет. Большое спасибо за просмотр. Лайки, подписка, комментарии. Лайки, если что, это большие пальцы вверх, а не собаки. Хотя собаки тоже круто. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Оливидорич, гудбай.